Автопробег посвящен памяти Великой Отечественной войны и 80-летию обороны Брестской крепости. Среди участников представители Брестского фонда помощи ветеранов войн, члены Республиканского объединения «Русское общество». 8 мая мы стартовали от стен Брестской крепости. Конечная цель нашей автопробега был город Иркутск. Туда мы доставили капсулу с мест захоронения воинов Иркутской дивизии. А в озеро Байкал мы доставили воду из реки Бук. 8 мая участники стартовали от стен Брестской крепости. Брест, Минск, Борисов, Обнинск, Ржев, Владимир, Москва. Брянск – это 21-й из 25 городов участников автопробега. Это очень важно. Сохранение именно истории. А год у нас получился 80-летие обороны Брестской крепости. И это святое. А небо в облаках безумно красиво. Живу с тобой, мой Брянск, судьбой в одной. Брянск достойно принял гостей из Беларуси. Ту капсулу, которая сегодня будет передаваться, она будет храниться в нашем краеведческом музее. Так как наши жители города Брянска постоянно посещают это место. И мероприятие проходит сегодня именно здесь, на священном месте. Спасибо вам за то, что вы всегда с нами. Принятием этой капсулы Брянск и Брест соединяет нынешние и будущие поколения вечной живущей памятью о героических предках. Из нашего региона белорусская делегация отправится в Орел. По плану это должно произойти 14 августа. Татьяна Жукова, Алексей Рязанцев. События Брянск. Редактор субтитров А.Семкин